Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 февраля, традиционный выпуск видео-ответы на вопросы. И сейчас начну с того видео, которое первое сегодня я вышла. И много споров, как всегда, про эти пролунные календари. Я сегодня два видео выложила. Первое, одно называется 25 февраля, благоприятный день для посева. И второе, про 29 февраля, что я где-то слышала, читала, что это золотой день для посева. И как всегда, все люди делятся сразу на два лагеря. Кто-то говорит, что это действительно благоприятный день. Кто-то говорит, что это наоборот запрещенный день, нельзя сеять. Ну и третья группа, самые умные, наверное. Люди говорят, что мы вообще не пользуемся лунными календарями и никогда не заглядываем лучше. Никаких ни раздумий, ничего. Так, сейчас я буду выбирать именно вопросы. Вот про привикур пришел комментарий. Не намешали. Но вы смотрите, видео не называется, как я развожу привикур или как разводится привикур. Видео называется привикур. Мое мнение о препарате. Никто вам не обещал, что будет намешивать. Там инструкция простейшая. Я уж думаю, что препарат с водой развести может любой, даже самый начинающий огородник. Вот пишут, спасибо лунного календаря, не придерживаюсь. И вот все про женские дни. Очень многие пишут, что сеем только в женские дни. Среда, пятница и суббота. Не соблюдаем лунный календарь. Но я и женский календарь не соблюдаю. От Валентина Королева написала, что о таком даже не слышала, что 29 февраля хороший день для посева. Но в календаре Кузнецовой какой-то, извините, не знаю, кто такая, 28 и 29 хорошие дни для посева. Значит, все-таки в этот день можно сеять. Так. Ой. Вот Галина пишет, не верю этим календарям. Во всех всегда по-разному. Елена Кудрявцева спрашивает, скажите, а какие вы будете сеять томаты сегодня? Я сегодня сеяла мои, свои семена, наши сибирские томаты. Самые-самые такие крупноплодные сеяла. Тяжеловес Сибири сеяла потом. Ну, короче, те, которые, хотелось бы, чтобы они пораньше поспели, но из-за больших плодов, вот из-за таких, они долго формируются. Пока еще до среднеспелых я не дошла. Пока вот те, которые крупноплодные, все высокорослые. Правда, сегодня посеяла еще Казанова, Штраух и Юбилейный Тарасенко, потому что они огромные кусты двухметровые. Их тоже я всегда предпочитаю сеять чуть-чуть пораньше. И рассаду немножко больше в рассаде повзрослее. Ну, короче, высаживать рассаду повзрослее. Пусть лишние 10 дней они у меня побудут в преддомовой теплице. Вот Ирина Горшкова пишет про 29 февраля. Просто людям хочется сделать что-то хорошее для будущего урожая, вот и придумываются особенные даты. А на самом деле, если посадить глубоко, да мало полить, да семена из магазина, все будет как всегда, и чудо не получится. Ну, тут я полностью с Ириной согласна на все 100%. Даже не столь важна какая-то золотая дата, важно то, как мы посеем. Взять 4 календаря обязательно будут расхождения. Ольга Верди пишет, это да, так. Это вот про какой-то календарь биоритмы живых организмов. Надежда Красикова пишет, 29-го Касьяна в день лучше вообще из дома не выходить. Ничего себе, а тем более касаться растений. Тут люди спорят, телец не телец, это я даже не вдаюсь в такие подробности. И вот Лена написала, что слух про 29-е наоборот, ничего нельзя сеять и делать от бабушек из деревень. Так что видите, сколько людей, столько и мнений. И никогда мы не придем к одному мнению, всегда будут разногласия среди огородников. Даже на самые-самые... Татьяна пишет, взошли семена перца, в лотке есть черная ножка. Я присыпала через ситечко золой, в других лотках нет черной ножки. Купила привикур, можно обработать землю, где есть зола. Но зола, после того, как присыпали золой, она ведь, как... Через какое-то время она все равно намокает, теряет свои свойства. Так что, думаю, она не помешает. А привикуром обработать нужно, особенно если есть черная ножка. Он немного подейственнее золы будет. Потому что зола все-таки это народное средство. А мы знаем, что все народные средства, они более мягкие. И они не всегда справляются сейчас с нашими заболеваниями, со всякими грибковыми. Так. Это про казану. Это про разные сорта, вот пишем. Женские. Пишет Светлана Мудрова. Проведите эксперимент, нам расскажете. Будут что 29-е это посеять. Я стараюсь по женским дням, они более плодородные. А можно ли пересушить семена? Спрашивает, не знаю, Андрей Николаевич, по крайней мере, написано это про заготовку семян. Даже если вы семена пересушите, ничего плохого, короче, ничего смертельного не будет. Просто потом, перед посевом, вы их замочите. Или сильно прольете бороздки. Но лучше всего замочить. От пересушки семена не погибают, они просто, у них получается как более длительное, качественное хранение, что они хранятся долго, но потом их нужно будить. Лучше всего даже в стимуляторе нужно замочить. Так, это тоже. Вот Татьяна спрашивает, у вас томаты посажены с севера на юг. У нас участки нарезаны не по частям света. Не везде же участки нарезаны, вот прям с севера на юг, или с запада на восход. У нас они наискось нарезаны, и у нас в одной, получается, юго-запад, северо-запад, вот так. И не по каким сторонам света. Вот как участки нарезаны, так у нас и ряды идут. Вот, сейчас скажу, с юга-запада на северо-восток. Понять это сложно, и вообще неровно нет, конечно. Я даже не думала, что, не думаю, что все ряды делают прям строго с севера на юг, или с запада на восток. Чем это вы семена закидываете? Спрашивает кто-то с неизвестным именем под видеороликом прошлых лет. Вы правда думаете, что я помню, чем я закидываю семена 2 года назад, или, например, 3 года назад? Не знаю. Это надо спрашивать что-то конкретное только под видеороликом этого года. Вы представьте, сколько у меня несколько тысяч роликов, и я не могу, конечно, все запомнить. Так. Вот про корешки темного цвета. Вы знаете, у меня один раз было, по-моему, на перцах из магазина, корешки начинаешь проклевывать, и корешки темного цвета. Я никогда вот про эти корешки темного цвета, я даже сказать ничего не могу, потому что я заранее не проращиваю, я сажу сухими семенами, и какие там прорастают корешки, уже не видно. Но я вижу при пикировке, во время пикировки, если коричневый корень, я убираю. Ну, Светлана Бажанова спрашивает опять, сейчас в конце февраля можно посадить монгольский карлик для открытого грунта с высадкой в конце мая? Я как раз сегодня посадила еще и монгольский карлик, да, я забыла упомянуть, когда вот, ну, минут пять назад говорила, посадила и петрушу огородненько, посадила сибирскую тройку, именно чтобы в конце мая высадить, если будет прохладненько, под пленку, чтобы они пораньше, потому что они немножко все-таки не очень они, вот петруша огородник, например, сибирская тройка, из-за того, что куст большой такой массивный, они не очень скоро, не очень быстро вот этот формируется весь куст, охота, чтобы поскорее, я сегодня посадила. И ей Татьяна Суслова отвечает, что посчитайте, 50-60 дней и 7 дней прибавляйте и получите дату посева. Правильно, вот если 30 мая хотите высевать, откидывайте 2 месяца 60 дней и 7 дней на посев, и можно в эти дни уже сеять. Вот, сняла сегодня видео еще странный грунт в моих лотках, одна зрительница Нина сказала, что какой-то у вас грунт странный, там, с вкраплениями, непросеянный, там, и сухой. Но я сняла видеоролик, как по доброте душевной, все я объяснила, там, все ей рассказала, все только выложила, первый же комментарий от нее, все, я от вас отписываюсь, не надо надо мной как, как же, что надо мной издевать. Я вообще не поняла ни слова плохого, я в ее адрес не сказала, я наоборот посмеялась над своим грунтом, я говорю, видите, у меня там упалки и все, а люди спрашивают, что это за странный грунт у вас, ей не понравилась интонация, с такой интонацией не нужно ничего делать, все, я отписываюсь. Зачем мне информация, что она отписывается, я не знала, даже была она приписана или нет, вот сообщает мне об этом. И с другой стороны, я не знаю, человеку объяснила, все по полочкам разложила, почему он у меня не просеянный, почему крупные вкрапления, почему сухой, все, 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 от и до. Раз человек обиделся, фыркнул, убежал, всех еще обозвал, все вы здесь асы, как я посмотрю, а я ничего не понимаю. И вот кто в первых, в числе первых, кто смотрел этот видеоролик, они еще видели этот комментарий, а потом она, наверное, его убрала. Сейчас посмотрю, если он будет, я вам скажу, что я вообще не поняла, что люди такие обидчивые, вообще специально для нее лично именной видеоролик сняла по ответ на ее вопрос, она же обиделась, отписалась. Ну ладно, значит, у нас не будет таких нервных зрителей больше здесь. Так. Ну вот, Ирина Горохова, покажите свои перцы, я хочу сравнить. Но вот сегодня, когда я про пикировку показывала, видеоролик, вы как раз их увидели. Вот тут же опять. Если я не пикирую томаты, они растут сразу в отдельных стаканах. Когда мне прищипывать главный корень, обязательно ли это делать? Нет, конечно, не обязательно. Если вы в отдельной таре выращиваете, вы корневую вообще не трогаете. И вот что там вырастет, то вырастет. А потом сразу высаживаете в открытый грунт. Ну вот, про грунт многие сразу откликнулись. И в ответ на мой этот видеоролик, что я сейчас уже не сею мелко, раньше я тщательно все просеяла, чтобы он был однородный, вот мельчайший такой. Сейчас я поняла, ну как опять же по опыту в прошлых лет, что чем крупнее вот эти фракции, вкрапления, тем он воздуха непроницаемее, тем полезнее для растений, и тем меньше он спрессовывается во время полива, во время вот этих продолжительных, там долго же растут рассады в этом лотке везде. Вот Галина Фирсова пишет, тоже не сею мелко в грунт. Про перец Рамира, Палерма и все-все другие, вот Марина Котова, я семена перца не продаю, все с прошлого года. Даже если какие-то есть семена, они у нас в продаже нет. Вот Патимат пишет, вы мой грунт не видели? Когда я говорю, что у нас... Так. И все, кто откликнулся, вот написал комментарий на этот видеоролик, все согласились, что чем проще, вот без всяких этих, как сказать, чем менее цивильный грунт, вот такой простой, грубый, обычная земля, вот какие-то там, пусть там даже палочки, пусть вот эти щепочки, чем проще, грубее грунт, ну не то, что грубее, неоднороднее, тем лучше растет в нем рассада. Я вот сколько сегодня читала этих комментариев, все согласились. Вот Лена Первая напишет, как нам хочется, чтобы все было красивым, помидоры одного веса и цвета, и не важно, что они пластмассовые, лишь бы красиво было. Я продаю свою продукцию и слышу каждый день вот такую глупость. Главное это, чтобы вкус был, а не глянец. Маргарита Медведева пишет, главное, чтобы рассада была не странная. Пусть грунт будет странным, с бревнами, с кусочками, с камешками. Ольга Павловна, вы правы, вы правы, мы, если разрыхлитель не добавляем, там вообще потом цемент получится. Я не жалею денег на перлит и вермикулит, это может грозить загниванием или замоканием корней. Вот смотрите, вы не жалеете деньги на перлит и вермикулит. Некоторые живут в таких, например, в отдаленных, ну, населенных пунктах, что я не думаю, что там еще и это продается, вот перлит и вермикулит. А мне, например, я никогда не покупаю. Я один раз купила, посмотрела на цену. Вы представьте, вот в прошлом году у меня было 160 что ли лотков с грунтом. Если лучше вермикулит, там вот все мои, ну, около 200 там еще пикировку, если в стаканчике грунт, то тут смысла не будет вообще заниматься чем-то. Будет все съедать, вот эти добавки. И я уже давно поняла, что вот эти вот такие, если их не просеивать, если вот они такие вот пористые, то можно обойтись, конечно, без магазинных, но если нет возможности, то и пермит, и вермикулит, в крайнем случае, особенно если у кого маленькое количество, то они, конечно, хорошо выручат. Но я обхожусь своим, как автономно. Вот на Любовь Максумова написала, томаты садятся 14 марта на Евдокию, будет большой урожай. Это, конечно, хорошо, а если нужно посадить 2000, например, корешков мне, и я хочу, чтобы был большой урожай, разве можно 14 марта успеть? Нет, конечно. Вот попробуем. Вот поэтому и начинаем раньше, 14 марта, и заканчиваем позже, 14 марта, и еще не всегда успеваю я, например. Я вот сею, 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 уже весь февраль, считай, что сеяла, и то даже половину еще не насеяла. Пономарева Ольга пишет, я вообще грунт никогда не сею, просто перетираю руками, когда готовлю. Во-во, я сейчас тоже стала так делать. И вы не поверите, растут мои спартанцы. И бабка моя не сеяла, и свекров не сеяла, помидоры всегда завались, нахохоталась от души. Это вот пространный грунт. Вот сегодня мы узнали, с миру по нитке собрали всю информацию, узнали, что грунт можно и не сеять, рукой перетереть, и там вот зрители пишут, и пусть и камешки даже, которые мы выбираем, и корешочки, которые мы выбрасываем. Я вот до сих пор камешки убираю, выкидываю, а говорят, что нужно и камешки оставлять, и эти корешочки, он более естественный грунт, им больше он подходит. Вот эти кругляшком, тут интересный тот же вопрос, у меня сегодня тоже одна вылезла, но одно растение. Оля, вам когда-нибудь подались? Томаты, взошедшие кольцами. В этом году магазинный сорт «Любимый праздник» пересевала несколько раз, всходит каждый раз дольше остальных, долго не выкидывает настоящий лист. Короче, вот такая ерунда у меня, как она написала, «Любимый праздник» выкаблучивается. У меня тоже, кстати, одно вот выходит, прям кольцом, как червячком, змейкой. Не знаю, в чем дело, пока я его оставила, смотрю, что будет. Вот это тоже про прошлогодние, я даже не могу вспомнить, про что это вынужденная пикировка петунии. Это когда кошка перевалила, по-моему, у меня. Татьяна спрашивает, подскажите объем ваших рассадных кассет. Ой, ну это вопрос на засыпку. У меня кассеты разных размеров. Какой именно? Вы увидели вот в этом видео, я даже сейчас не могу сказать. Вы больше не будете пикировать петунии из этих кассет сразу в землю? Нет. Из кассет я никогда в землю не высаживаю, я пикирую потом в 200-граммовые стаканчики. И потом, если, например, нет возможности высадить, бывает, что холодно долго, снег выпал или мороз, могу еще даже в 500-граммовые стаканчики перевалку сделать еще раз. С петунией тоже, это все зависит от срока посева. Когда я выращивала рассаду петунии на продажу, если посеянная в январе, ее сначала пикируешь, потом перевалка в один стаканчик, потом перевалка в другой стаканчик. Вот так. Так же, как с томатами. Вот наполнитель для кошачьих туалетов. Людмила Бровкина. Здравствуйте. Читала, что такой грунт очень хорош для корешков, он лучше развивается, когда им попадаются какие-то препятствия. Это про то, что... Вот пишет Евгений, это точно зачем просеивать? Это отличный грунт. Был у меня странный, купила, все плохо росло, остановилась в росте, чем-то обработан. Вот сейчас многие говорят, что покупной грунт, не от всех производителей, конечно, иногда встречается, что как будто бы там что-то добавлено такое, что он как неестественный. Вот люди говорят, что чем-то обработан уже. Но это... Мне вот одна женщина сказала, что это отработанный грунт из теплиц, когда там уже и обрабатывали растение, и чем-то поливали, и протравливали его. И он приобретает вот такой вид, как неестественный. Елена Спирина. Грунт как грунт. Он же свой помидор, ему надо такой. Вот Ольга пишет. Полностью согласна с вами по составу грунта. Много лет практикую такую же политику относительно выращивания. Видел у эстетствующих огородников. Вот это мне нравится. Эстетствующие огородники. Замученную, больше похожую на пыль землю, непроницаемую для воздуха. Отсюда и черная ножка, и чахлая рассада. У вас поучиться надо, а не нотации вам читать, богатых вам урожаев. Ну это вот та самая зрительница, для которой... Не это, а они имеют в виду ту самую зрительницу, для которой я видео-то сняла, а она меня потом отчитала, что я не тем тоном сказала, ей это не нравится все это. Ей не важно, что я ей сказала какую-то ценную, полезную информацию, ей не понравилось, каким тоном я. А я еще с улыбкой, хи-хи, ха-ха, он у меня какой странный грунт, да все. Я даже не думала, что этим можно человека обидеть, но я не знаю, если она обиделась, может услышать, извиняюсь, хотя за что не знаю. Так вот, пишут, добрый день, сколько дней рассаде, если честно, я не знаю, я не смотрела, посеяно 13 февраля, но неделю 20 февраля, ну ей совсем мало, но ей, наверное, неделя вот этой рассаде, про которую я сегодня говорила. Вот интересный комментарий. Виктор Умнов, очень коротко и ясно. У вас грунт не такой черный, как надо. У меня все, до свидания. А если у нас вообще в нашем регионе, вот в нашем районе, где я живу, земля не чернозем, и она не такая черная, как надо, то что нам делать? И мы выращиваем в такой земле не такой черный, как надо. А почему вы решили, что он должен быть черный? А если кто выращивает у людей суглинки, там песчаные почвы, не обязательно, мне кажется, грунт должен быть черный. Этот грунт, взятый вот именно в том районе проживания, где я живу, и он наш грунт, я же не могу везти из Москвы или откуда-то с Краснодарского края, только потому, что он черный. Вот этот комментарий я вообще не поняла, каким должен быть черным грунт. Наталья Цветкова пишет, люблю лесной грунт с листочками, мелкими веточками, сею в такой же, но сверху присыпаю терроритой, но перцы и баклажаны сею в покупной 50 на 50. Вот Анатолий спрашивает, стаканчики 0,5, вот Татьяна Суслова сказала, 0,2. Сначала они у меня 200 граммовые, но так как это ранний посев, мне их однозначно придется потом делать в перевалку 0,5, но сразу в 0,5 я не сажу, потому что они еще маленькие, для них это очень большой объем грунта, 0,5, они там будут развиваться плохо. Сначала надо маленькие, когда обживут весь объем вот этот вот 200 граммового стаканчика, когда я увижу, что полным-полно там белых корешков вот в этой черной земле, тогда буду делать перевалку. Вот Наталья Рубцова опять про преимущества своего грунта, 4 года назад всю рассаду угробила в магазинском грунте, плохой оказался, с тех пор стала делать свой домашний грунт, с осени стала замечать, насколько лучше стала рассада. И также в нем есть и палочки, и мелкие камушки, и все-все, зато все растет. Вот Ксюша Шинг пишет, вот это хотела я еще поговорить, вот на эту тему тоже, где не отмечу, но там, значит, я нужно поговорить. Смотрю на вашу рассаду, у вас листочки семидольные, прямые, растопыренные, красивые, короче, а у меня почему-то загнутые к низу, закрученные, как у барашка рог, не знаю почему, может вы сталкивались с этой проблемой. Вы знаете, бывает растение по-разному реагирует на, даже не на температуру воздуха, а на влажность в помещении. Бывает, когда сухой, вот такой сухой прожаренный воздух, обычно это бывает в благоустроенных квартирах, и тогда листочки могут вот так вот и закручиваться, они так реагируют на неблагоприятные условия содержания. Ну, они будут расти, но им вот ради, для этого иногда делают как мини-порнички такие, закрывают, чтобы там была влажность чуть-чуть. Вот у нас частный дом, у нас воздух не сухой, мы топим сами печку, и как сухости-то сильно нет, как в благоустроенных квартирах. Вот у меня сын со снохой живут в благоустройке, там сухотень, у них белье высыхает моментально, и для растений сухой воздух, это плохо. Но это вот мое мнение, что одной из причин закручиваются, когда вот эти листочки, может быть сухость воздуха. Они вот, когда живут в нашем жилище, им же не все нравится, они растут, иногда даже и некоторые из последних сил, им не температура не всем подходит, и влажность не подходит, и освещение не подходит, но они как-то все равно терпят до того времени, пока мы их выпустим на волю, вот в открытый грунт. Сухость воздуха, это тоже для них очень плохо. Некоторые даже батареи тряпками, картонками прикрывают, чтобы только вот эта вот жара, сухота не шла на растения. Так, про Саньку. Вот Елена Верткова пишет, что теплая зима, даже питунья не замерзла, горшки занесла в дом, обрезала, но на утепленный балкон, сейчас уже по 4-5 между узлей, вероятно, уже растянула начала. Марта Давыдова пишет, никогда не просеиваю, не занимаюсь такой фигнёй, убираю руками крупные фрагменты, пальцами разрыхляю, и всё, главный состав земли и качественные семена, я так думаю. Но это правильно, конечно. Вот садовый ёжик какой-то тут у нас образовался, который чуть ли не спины у рта, спорит, что я заглубляю, это неправильно. Вот давайте почитаем, смотрите, сейчас правильное мнение найдём. Садовый ёжик пишет, ну вообще нормальные люди, нормальные имена себе даёт, я даже не знаю, садовый ёжик это мужчина или садовый ёжик самка. Очень заглубили перец, так лучше не пикировать, он, конечно, будет расти и даже может корни даст, но очень не скоро, и это большой стресс для перца, который отразится на урожае. Ну что-то не отражался все эти, вот не знаю. И вы не правы, что задержка в росте происходит из-за пикировки, задержка в росте происходит именно из-за того, что вы заглубляете перец. Таких книг и справочников нет, где пишут, ой-ой-ой, не читал, наверное, ёжик ещё таких книг, где пишут, что надо заглублять перец. Назовите хотя бы одну книгу, где об этом написано. Вот Марина пишет, Оля права на 100% во всех справочниках, такая информация, у меня книга обо всех овощах, автор Октябрина Ганечкина. Кстати, Октябрина Ганечкина, она у нас тоже какой-то агроном, у неё, по-моему, даже учёная степень есть. И ёжик опять. Такая книга у меня есть, перечитайте её внимательно, такой информации там нет. Возможно, вы перепутали с томатами, их действительно можно и нужно заглублять. Я в том году специально для таких ёжиков в томате прям эту исправочника фото давала во время видео, где написано, правильная пикировка перца и неправильная, так правильная, с заглублением до двух семидольных листьев. Евгения Рус пишет тоже ему, ёжик заглубить нужно? Из опыта. Живите по книгам. Какой стресс, о чём вы? Вот сами посмотрите, даже если рисунок, перец заглублён до семидолей, все ему говорят, что это правильно заглубить до семидолей. Ёжик изо всех сил сопротивляется. Нет, не заглубляйте, это неправильно. Где вы это? Это всё неправильно. Я не знаю, как он читает книги, но действительно, и у Октябрина Ганечкина есть эта информация, что заглубляется до двух семидолей. И даже все, вот сколько видеороликов я до этого смотрела, все перец заглубляют до двух семидолей. А кто не заглубляет, кто без пикировки выращивает, те подсыпают к стволику, постепенно подсыпают до этих же двух семидолей, и всё равно они заставляют перец образовать там корневую систему, дополнительно вот эти корешки, опять же, до двух семидолей. И это и немножко тормозит в росте. И то, что я не права, что задержка в росте происходит из-за пикировки, но это же уже как азы. Во время пикировки растение всегда приостанавливается на какое-то время в своём развитии, на какой-то период для того, чтобы адаптироваться, восстановить корневую систему. Я даже с ёжиком спорить не буду, я не знаю, что с ним сегодня, что он поперёк всех идёт, поперёк той информации, которая известна всем. Вот интересный вопрос. Наталья Евстратенко спрашивает, у меня вопрос, на улице днём 7 градусов тепла и солнце светит. Можно ли выносить на улицу томаты для закаливания? Я вот не думаю, что сразу, прямо как из дома, на улицу на 7 градусов можно резко выносить. Если бы там было что-то, чем бы, как бы они были прикрыты, например, если вот как у меня придомовая теплица, или если веранда, или есть ещё что-то, если на улицу поставите, но чем-то всё равно прикроете, 7 градусов для первого закаливания это маловато, наверное, будет. Ну, не знаю, если ветра нет, я просто боюсь, что сразу резко, может, на какое-то короткое время и, может быть, попробовать с каких-то, с маленькой порцией томатов, не всех, а то представьте, вы с температурой, которая выше 20 градусов днём, ой, дома, и на 7 градусов на улицу вынесите, и если солнце светит, оно ещё и солнце может дать негативно, сразу резко, солнце оно может и обжечь, нужно всё-таки постепенно и нужно в меру, и нужно как-то немножко это, с осторожностью к этому закаливанию подходить, когда из 20 градусов на 7, сильно большая разница. Я вот выношу 15-16 там в теплице, но дома 22-23, вот это нормальный перепад, а тут, если у вас дома 23, например, а там 7, им будет, мне кажется, шоковая терапия. Вот про полив. Если поливать в поддон, как рассчитать количество воды? спрашивают, зачем рассчитывать, чтобы не было перелива, как узнать, достаточно или нет. Я делаю так, я сейчас расскажу, как я ничего не рассчитываю. Ставлю в поддон стаканчики, наливаю воды, прям поддон, ну сколько можно, как до уровня поддона, чтобы не переливалось, оставляю примерно час, 40 минут час. За это время, вы понимаете, они воды больше, намного больше они не возьмут, они же через край не польется, вода поднимается, ну как, она снизу начинает подниматься, 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 и я пальцем трогаю, подхожу, смотрю, половина воды, они уже высосали. Будут сосать они или нет, могут быть, они больше и не возьмут, я просто проверяю пальцем, раз, если вода, ой, как сказать, грунт увлажнился в стакане, вверху, в верхнем слое, я эти стаканчики убираю из поддона, ставлю на лоток и убираю все, а в эту воду могу поставить следующую партию, чуть-чуть долить, и они вот так у меня, как на водопое, одних напою, убираю, другие ставлю, потом другие ставлю. Можно, конечно, просто полить в поддон и оставить навсегда, но если их не убирать и оставить навсегда, тогда действительно нужно будет высчитывать, сколько туда налить. Но мне неохота высчитывать, потому что, вы понимаете, влажность земли в стаканах каждый раз разная. Я иногда распикирую суховатый грунт, значит, они больше выпьют, иногда я распикирую в достаточно влажный грунт, тогда они возьмут совсем немного и вся вода вот эта в поддоне остается целая. Мне проще так поставить их на час, на полтора, потом их убрать, вот после водопоя, а туда другие поставить, чем высчитывать. Высчитать сложно, сколько надо на стакан, ведь это надо знать влажность земли, какая. Я, короче, я не высчитываю. Вот про эти червячки у меня уже не раз спрашивали. Любовь Агишева спрашивает. В ящик с рассадой попали дождевые черви, вероятно, из покупного биогумуса. Посоветуйте, что делать. Бывали ли у вас такие случаи? Конечно, бывали. Я сейчас размораживаю, заношу мешок, он у меня размёрзся, вываливаю грунт, начинаю, смотрю, зашевелились червяки там. Я делаю так. Я больше ничего умного не придумала. Я, вот, надо, который грунт сейчас мне, в лоток, я складываю червяков там два-три, если попадается, убираю туда, которые ещё не скоро буду, ну, работать. Когда до того дойду, они пока там сидят, живут, потом его перекладываю в следующий. И вот так вот конвейером у меня доходит до такого, что вот через месяц уже можно будет их выложить в этот, в придомовую теплицу туда. Они уже там не замёрзнут. И, короче, они у меня доживают так до открытого грунта. Потом я их перекладываю в открытый грунт. Всё, они идут туда. Ну, и вот про 29 февраля пишет Анжела. буду буду в этот день сеять. Весь день, говорят, 24 часа можно сеять. И про заглубление. Опять же, тоже люди опять на ёжика откликаются, что я даже знаю, что надо заглублять, хотя я неопытная. Ну, вот видите, с ёжиком у нас мнения разошлись, причём разошлись у всех, у всех абсолютно зрителей. Так, сейчас я посмотрю время, если время будет, то отвечу ещё на один вопрос. Если не будет, то значит на этом закончим. И вот ещё от Татьяны, сейчас прочтём последний комментарий, тут она пишет ещё один способ для новичков, может кому пригодится, приживаемость 100%. Я точно так же, как и Оля, отщипываю центральный корешок, беру стаканчик, наклоняю, с айвочком вложу половину грунта, затем перчик и присыпаю вторую половину. Встряхиваю, поливаю, корешки ложатся очень хорошо, через 3-4 дня перчик начинает расти, для меня этот вариант удобнее, хотя перчика корней 60, сейчас ещё буду сеять последней кировской селекции. Я сначала не поняла, но я поняла, что не вот так вот вталкиваем стоя, а лёжа, она лёжа на половину земли ложит, потом второй половины присыпает, потом вот так, ну и наверное потом ещё подсыпку. Ну всё, до свидания. Сегодня вот поговорили про грунт и определили, что многие опытные огородники на основании своего многолетнего опыта пришли к выводу, что грунты не обязательно просеивать, и пусть там будут и корешки, и камешки у кого-то, и вот как у меня маленькие брёвнышки, и грунт выглядит странно, и всё. Но он хороший, он естественный, без всяких там магазинных добавок, рассада в нём растёт хорошо. Некоторые странные зрители из-за этого видео ушли с моего канала. Ладно, до свидания, желаю всем быть друг к другу лояльнее, не обижаться на каждое какое-то не ту интонацию, на интонацию, которая вам возможно вам не нравится, но интонация как интонация. Ёжику привет, всё-таки решили мы все, что перец нужно заглублять, и это правильно. Вот видите, есть такие зрители, которые идут против течения, а может он просто зашёл, чтобы нас, женщин, позлить, поспорить с нами, чтобы как сказать что-то наперекосяк. Есть же такие люди-поперечники. Ладно, не будем ёжиков-поперечников слушать. До свидания. Завтра буду дальше продолжать сеять. Если будет что-нибудь интересное, я обязательно сниму вам видео.